Начнем с того, чиновники-коррупционеры каких сфер чаще всего попадают в поле зрения правоохранительных органов. Некоторые эксперты говорят в топе строители и дорожники. Вот эти государственные так называемые закупки, они довольно громадные средства идут, ну например в дорожном хозяйстве. А дорожное хозяйство, вот оно, допустим, закатали, а это же надо проверять, а что там закатали, сделали подушку из песка, сделали еще щебенку, еще сколько и так далее. Дороги, строительство. Медицина. Медицина здесь, ну видите, здесь тоже, я бы сказал, даже не просто медицина, а так называемые государственные закупки. Так вот о медицине вполне реальные сроки. По 8 лет получили в феврале сотрудницы онкоцентра. Три года они частями брали деньги за содействие поставщикам для нужд диспансера. Общая сумма взяток более 20 миллионов. А вот Ирину Долгову, вице-премьера Алтайского правительства, в августе приговорили к трем годам условно. Она признала свою вину, ее ущерб государству 200 тысяч. Помогла знакомому получить дорогостоящее лекарство за счет казны в обход закона. Три условно дали и Стеллиштань, признала вину, возместила ущерб. Демин же получил 9 колоний строгого режима. Он с обвинениями категорически не согласен. Все неопытным глазом, если посмотрят, увидят, что действительно должностные лица, либо люди, которые имели отношение незаконно с должностными лицами, но почему-то получают абсолютно различные наказания за деяния, которые в принципе, наверное, схожи. Но я не соглашусь с этим, поскольку фактически, фактически, имеет место быть различные преступления. Один состав – это мошенничество в особо крупном размере, второй состав – это взятка. Ну, там квалифицирующий признак был тоже в особо крупном размере. Соответственно, санкции предусмотрены законодателям, они абсолютно разные. Ввиду этого у нас и происходит, есть такая разница колоссальная между наказаниями. К слову, коррупция среди чиновников уже никого не удивляет, но есть ощущение, что в последние пару-тройку лет выявлять взяточников стали чаще. Я бы не сказал, что что-то изменилось вот этого. Все эти фамилии, я вам рассказывал, это было и пять лет назад, и десять лет назад, и так далее. Другое дело, что происходит вот этот поиск равновесия, не подорвать устои государственной власти и в то же время как-то раскрывать коррупцию. И вот это наша реальная российская жизнь. Из реалий сегодняшней жизни Сергей Адемина ждет колония строгого режима, где он проведет 9 лет до марта 2029-го, если не выйдет досрочно поудоб. Ходотайство он сможет подать только в марте 2026-го. Ну, а пока сторона защиты готовит апелляционную жалобу. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.